Все, мы начинаем. И, как обычно, мы начинаем с повторения того, что мы успели сделать за последний месяц. Чего же мы добились? Напомню, что первый алгоритм, первую задачу, которую мы решали, это была задача репликации ячейки памяти. И мы придумали для нее алгоритм с кворумами, с фазами, которые вы сейчас уже, ну, кто-то из вас уже написал, кто-то напишет в ближайшие дни. И потом мы довольно быстро выяснили, что этот алгоритм плохо обобщается на более сложной операции, потому что в нем есть два несогласованных порядка. Порядок доставки команд на каждую реплику и логический порядок на временных метках, который этот алгоритм сам выстраивает. И чтобы эту проблему побороть, мы придумали примитив, который назывался Atomic Broadcast. Atomic Broadcast позволял узлам отправлять свои сообщения сразу всем, и этот примитив гарантировал, что сообщения эти, ну, обработчики их доставки будут вызываться на всех узлах, участвующих в этом бродкасте в одном и том же порядке. И мы этот примитив использовали для того, чтобы реплицировать произвольный автомат. Мы сказали, пусть у нас есть некоторый черный ящик, пусть он умеет принимать и применять к себе какие-то команды. Мы поставим этот черный ящик, это стоит машина на каждой реплике, и когда клиент будет приходить нам с операцией, мы его операцию будем бродкастить через этот самый Atomic Broadcast и применять на каждой реплике эти команды в порядке их доставки, то есть в порядке вызова обработчиков Atomic Broadcast. То есть первое достижение наше — это сведение задачи репликации автомата к задаче построения Atomic Broadcast. То есть после этого перехода мы уже про линеаризацию непосредственно не говорим. Если мы умеем строить Atomic Broadcast, то мы умеем линеаризуемо реплицировать произвольное состояние, которое умещается, конечно, в одну машину. Да, мы там упустили какие-то детали, да, мы сказали, что нам нужна семантика exactly once для клиента, то есть сам клиент должен участвовать в реализации нашей стоит машины. Кроме того, нам нужно подумать о транзакциях, потому что, может быть, состояние у нас большое, и в одну машину не помещается. Но это все отдельные нюансы, которые мы обсудим в будущем, ну или которые вы сами придумаете, как делать. А пока мы фокусируем свои усилия на Atomic Broadcast. Ну и в прошлый раз, в позапрошлый раз мы даже на этом не остановились, мы сказали, что задача все еще слишком сложная, и можно свести ее, в свою очередь, к задаче consensus. Задача, где узлы должны договориться об общем выборе. В отличие от Atomic Broadcast, это задача более удобная для решения, потому что здесь какие-то сообщения бесконечно отправляются и доставляются, а здесь мы должны всего лишь один раз выбрать общее значение, алгоритм завершается, вот и все. Ну и в прошлый раз мы обсудили то, что эти задачи на самом деле эквивалентные по сложности, и вот решая Broadcast, мы вынуждены решать консенсус, поэтому в прошлый раз мы обсуждали, какие же ограничения в задаче consensus заложены, потому что они влияют на эти сведения выше. Мы выяснили два ограничения. Ну, во-первых, такое более-менее очевидное ограничение, что никакой алгоритм consensus не может переживать слишком большое количество сбоев. Ну вот такая оценка у нас уже была для алгоритма репликации регистра на второй лекции, и такая же оценка будет справедлива для любого решения задачи consensus. Напомню, чуть точнее это означало, что если алгоритм consensus хочет гарантировать agreement, то есть safety-свойство, что он всегда, если выбирает значение, то выбирает общее значение, выбирает одно и то же значение на всех узлах, то алгоритм обязан не завершаться, когда сбоев слишком много, ну или в случае партишена в меньшей части. То есть для любого разбиения множества узлов в меньшей части партишена алгоритм должен зависать. Иначе он нарушит agreement в случае этого самого партишена, а в свою очередь так по каскаду на уровне Broadcast мы нарушим total order, а на уровне RSM у нас разведутся реплики. Так что у нас есть такое вот ограничение на termination. Первое ограничение на termination, которое у нас было. Когда сбоев слишком много, алгоритм блокируется. Второе ограничение было более замысловатым, и у него было собственное имя FLP-тиорема. Она напомнила о том, что в синхронной системе с отказами узлов и с детерминированным алгоритмом мы не можем гарантировать завершение алгоритма consensus в любом исполнении. То есть существует исполнение, в котором алгоритм не завершается, ну или иначе существует lifelog. И этот lifelog мотивировал для нас переход к более сложной модели, в смысле переход от асинхронной модели к частично синхронной, потому что в асинхронной мы можем гарантировать только safety-свойства, то есть agreement, но нам необходимо предположение о времени, чтобы гарантировать liveness-свойства consensus, то есть termination. И на этом мы в прошлый раз разговор о consensus закончили. То есть мы выяснили, что задача не очень хорошо решается, но, как я уже вам показывал, во время одной из лекций нам все-таки необходимо consensus решать, потому что мы собираемся строить RSM, но и люди уже строят свои промышленные системы с помощью этих RSM. Я говорил вам про Яндекс.Дб, где все RSM буквально. Ну или приводил пример, кажется, системы ZooKeeper, которая является таким изолированным RSM, с помощью которого вы можете строить другие распределенные системы. Но в другом курсе мы еще про ZooKeeper подробно поговорим. Пока достаточно такого вот поверхностного приближения. Так что consensus мы решать, конечно же, будем, несмотря на есть ограничения. Но нам по пути решения нужно учитывать, как вот и эта теорема, и вот эта теорема сработает, как они себя проявят в нашем алгоритме. В прошлый раз мы вроде бы уже это немного обсудили. Мы сказали, что вот достичь, учесть вот такую теорему довольно легко. Если алгоритм должен блокироваться в меньшей части партишина, то, наверное, просто кворумы собирает и блокируется, когда сбоев слишком много и когда большинство узлов недостижимы. А с FLP, ну, видимо, мы должны в каждом алгоритме консенсуса, который у нас будет, искать LifeLog. Вот если он найдется, то, значит, мы не нарушаем FLP-теоремы, что довольно разумно. Наша задача на сегодня — решить задачу консенсуса. Не то, чтобы мы ее решим. В смысле, не мы ее решим. Ее уже решили другие люди, и решение это не очень простое, не очень очевидное, и наша задача сегодня — с ним разобраться. мы рассмотрим, ну, наверное, как сказать, я не уверен, что это вот именно первое на свете решение задачи консенсуса, но это, кажется, первый алгоритм, который ее вот так в изоляции решает в асинхронной модели. И у этого алгоритма есть собственное имя, разумеется, и это имя Paxos. Так мы его включим сейчас в проектор. Сейчас ты все увидишь. Вот, наша задача сегодня — разобраться с алгоритмом Paxos, но вот прежде чем переходить, собственно, к алгоритму, к его изложению и к доказательству его корректности, мы обсудим историю его появления, потому что это настолько странная, удивительная история, что невозможно ее обойти стороной. И вот тут-то мы очень быстро включим проектор, смотри, просто увеличив яркость. Это же волшебство. Ну, чтобы нам это не мешало, нужно стереть теперь. На самом деле, алгоритм Paxos решает не задачу консенсуса, он решает сразу Atomic Broadcast. И берет он начало в 990 году, когда Лэмпорт, Клэсли Лэмпорт, человек с аватарки нашего чата, написал статью под названием вот Part-Time Parliament. Тут написано, правда, 98-й, но это вот мы сейчас раскроем эти детали. Итак, вообще не так уж много статей с такой затейливой, любопытной судьбой на свете есть. У нас будет в конце семестра, где-то ближе к декабрю, блокчейны и статья про биткоин, и вот она тоже довольно особенная, довольно странная. Не вписывается в контекст всех остальных академических статей. Но до Лэсли Лэмпорта ей далеко, скажем прямо. Лэсли Лэмпорт пишет статью про парламент, про греческий парламент. Он пишет, что вот недавно археологи обнаружили... Это Эфстек-статья. Недавно археологи обнаружили на руинах острова Пакса следы какой-то древней цивилизации, и вот Лэмпорт как археолог изучает жизнь этих самых древних греков. Он пишет, что вот... Задача. Что когда-то давно островом Паксос управлял совет священников, но со временем Паксос превратился в крупный центр торговли, и в связи с этим потребовалась какая-то организация политической формы управления, и вот этот теократический режим сменился парламентом, которому посвящена вся статья. Парламент регулировал торговые отношения между жителями острова. Парламент должен был принимать законы, то есть его функция была в том, чтобы составлять свод законов. Законы были вот такие, например, что устанавливался налог на оливки. Вот, пожалуйста. Ну, или были какие-то более сложные законы, например, закон, который запрещал продавать черных козлов. В общем, странные были законы, ну, или разрешал продавать коричневых. Вот. Парламент этого греческого острова занимался тем, что принимал такие вот законы. Ну, и ясно, что если вы меняете цену на оливки или налоги на оливки, или то запрещаете, то разрешаете продавать каких-то козлов, то вам нужно эти законы принимать в некотором порядке, чтобы понять, в каком состоянии закон, ну, книг законов сейчас. Поэтому что можно было бы сделать? Можно было бы нанять секретаря, который занимался бы тем, что фиксировал порядок этих законов, принятие этих законов. Но здесь они называются указами. Декрис. Но беда была в том, что все жители острова были очень заняты своей основной деятельностью, а именно торговлей, и никто не хотел избираться секретарем и посвящать всю свою жизнь парламенту. Поэтому... Да, ну и без секретаря, который бы выписывал все законы в некотором порядке, работу парламента довольно сложно, поэтому каждый участник этого парламента, они назывались выборщики, должен был вести свои собственные записи, в каком порядке все эти указы, законы принимаются. Ну вот тут приводится, собственно, выдержка из записи какого-то выборщика вот с таким вот именем. То есть 155-й закон, который был принят, вот выглядел таким образом. Но, конечно, жизнь выборщиков была непроста. Ну, во-первых, они могли уходить и приходить, собственно, поэтому парламент вот так и назывался, статья так и называлась. Во-вторых, ну тут уже очень странные обстоятельства вмешиваются. Лэмберт пишет, что сама комната, вот зал для заседаний парламента был довольно плохо устроен, там была плохая акустика, поэтому выборщики не могли общаться друг с другом, точнее, они не могли общаться сразу со всеми другими выборщиками, не могли забраться на какую-то трибуну и там выступать. Вместо этого у них были гонцы. Вот можно было найти гонца, дать ему какое-то сообщение, и он его понес другому выборщику. Но, правда, Лэмберт пишет, что вот выборщик мог покинуть зал заседаний, и уехать куда-то на шесть месяцев, потом вернуться. Вот, ну или он никогда не вернулся, потому что, ну, мало ли, что там в древности могло произойти с ним. Да, конечно же, выборщик, он мог покидать парламент в любое время, но он там оставлял все свои записи. Вот, если он возвращался, то его записи оставались на месте. Да, у каждого выборщика были собственные песочные часы, с помощью которых он мог отслеживать хоть времени. Ну, в общем, наверное, понятно, что к чему. Да и сам Лэмберт это не скрывает. Он говорит, что вот задача функционирования этого парламента, она имеет удивительное сходство с техними задачами, которые возникают в области отказоустойчивых распределенных систем. Что неудивительно. Легко здесь все сопоставить. Что такое книга законов? Книга законов — это вот то состояние, которое мы хотим надежно поддерживать. Что такое свод законов? Ну, не свод законов. Порядок записи принимаемых указов, пронумерованные вот такими числами. Это буквально порядок, который выстраивает Atomic Broadcast между репликами. Кто такие выборщики? Ну, это, видимо, сами реплики, которые должны об этом порядке договориться. У каждого выборщика есть свой жесткий диск, то есть вот эта табличка, на которой он делает записи, есть собственные часы. Ну, и выборщики между собой не могут общаться напрямую, они могут только посылать вот такие вот странные сообщения через гонцов. Ну, а то, что гонец может уехать на 6 месяцев, это означает то, что, видимо, модель, в которой мы работаем, асинхронная. То есть мы не делаем предположение о скорости доставки сообщений. Можно подумать, как вообще так получилось, что такая статья была написана? Довольно странно, да? Нехарактерно для статей академических. Дело в том, что Лэмпорт вот так уже делал. Он вот эту статью написал в 90-м году, а в, кажется, начале или середине 80-х написал статью, которая называлась «Задача византийских генералов». И там тоже была какая-то квазихторическая история, такой сеттинг. Была византийская армия, она осаждала вражеский город, и эта армия была поделена на какие-то подразделения. И каждым подразделением руководил собственный генерал. И вот генералы должны были договориться друг с другом об атаке или об отступлении. И должны были договориться об одном действии, потому что если атакуют не все, то наступление провалится, и вот армия погибнет. Беда была в том, что среди генералов были предатели, которые могли саботировать протокол и его действовать независимо от остальных. И задача состояла в том, чтобы все честные генералы договорились либо об атаке, об отступлении, независимо от того, что делают предатели. Легко понять, что это задача бинарного консенсуса, про который мы говорили в прошлый раз, и это задача про византийскую модель отказов, когда у нас узлы могут протокол нарушать. Но почему византийская модель отказов? Потому что Лэмпорт написал статью про византийских генералов. То есть термин прижился, и мы им пользуемся до сих пор, как можно заметить. Что же было с греками? С греками получилось чуть интереснее. И удивительным образом вся эта история описана самим Лэмпортом, потому что у Лэмпорта есть сайт, и в нем в каждой статье есть еще и заметки самого Лэмпорта про то, как он эти статьи писал. В общем, тоже не каждый так делает, наверное. Так вот, Лэмпорт написал эту статью, и в 90-м году отправил ее на конференцию TOX. Это такая очень крупная конференция по теоретическому компьютеру сайенсу. На что ему там ответили? Что, ну, статья умеренно интересная, но кажется, она не очень полезна. Вот. А греков оттуда вообще лучше убрать. Ну, тут смотрите, какая история. Убрать греков, кажется, для Лэмпорта был вообще не вариант. Вот он написал, что он был раздражен, что никто не оценил его чувство юмора, и отказался что-либо в статье переделывать. Ну, тут нужен некоторый экскурс в Лэмпорта, потому что человек совершенно неординарный со своим особенным чувством юмора. Ну, вот, например, это лекция Лэмпорта про язык TLA, про которую мы будем еще говорить. Ну, вот он там рассказывает о том, кто он такой. Ну, и тут видео интересное. Он то в одном образе, то в другом образе. И вот сейчас. Вот есть такой образ. В общем, греков изъятия статьи было невозможно совершенно. Ну, кроме того, Лэмпорта не просто про греков написал, он сделал чуть интереснее. Ну, во-первых, он в свою статью встроил еще вот некоторые имена. Ну, вот это некоторое имя некоторого выборщика. Но имена здесь есть интересные. Давайте я покажу какое-нибудь из них. Можно найти вот так. Ну, вот, смотрите. Имя некоторого сырного инспектора. Вот. Но что-то оно напоминает. Вот кто-то не поленился и на стек-экшенч, посвященном теоретическому компьютеру сайенс, задал вопрос, а кто все эти люди? Ну, вот явно, что в статье есть какие-то имена, и нужно разобраться. И кто-то не поленился, выписал все имена и нашел всех этих людей. Это оказались коллеги Лэмпорта. Ну, вот тут есть туэк, который вот статью про файл-детектора написал. Нэнси Рич — это одна из авторов FLP. Ну, в общем, D'Extra, понятно, он там есть. В общем, там были эти странные греки. Ну, и даже это еще не все. Сейчас я найду. Статья изобилует определенными мемами. Сейчас мне нужно аккуратно найти еще один. Ох, секундочку. Ну вот, смотрите, тут как бы в статье есть разные термины, вот есть греческие термины. Ну как, они… что значит греческие термины? Это термины, записанные греческими буквами. Я не уверен, что это греческое слово, я очень уверен, что это как бы нет. Но что будет из него прочитать? Тут нужен некоторый ключ. Вот вы знаете, что это за буква? Ну вот возьмите вот мю-м. Вот это что за буква? Вот это ма уже получалось. Ну вот и так можно продолжить. Ну вот это что за буква? О, отлично. У нас есть О. Ну, короче, вот нужно это слово прочесть. Да, это majority set. Ну и дальше Лемпорт, значит, это слово… Ну, он описывает протокол, который был у древних греков, поэтому там и термины, соответственно, такие довольно раритетные. Короче, Лемпорт совершенно точно был ненаверен в статье что-то исправлять этих греков. Вот, по поводу того, что алгоритм, кажется, не очень важен. Ну, как сказать, я вам рассказывал про систему Google Spanner. Мы про нее говорили в контексте TrueTime, ну и я говорил, что это просто такая большая геораспределенная база данных. Кажется, задачи вполне полезные. Вот, и это, наверное, самая большая база данных, которая в мире существует. И если вы там поищите слово Paxos, то окажется, что алгоритм использует Paxos для репликации внутри каждого шарда. То есть это такой кирпичик, на котором вся система держится. Вот, поэтому можно сказать, что ревьюеры в 90-м году были не совсем правы. Ну, и отдельно порекомендую. Есть книжка, которую написал тоже Google, сайт Real Business Engineering. И там есть целая глава, посвященная тому, как управлять системами, строить системы, которые основаны на консенсусе. Мы про это поговорим еще. Ну, вот там как раз тоже используется Paxos как основной пример алгоритма консенсуса. Ну, что ж, на конференции Лэмпорта не оценили. Ну, Лэмпорт огорчился, но он еще и коллегам свою статью показывал. Отправил, вот, в частности, Нэнси Рич, другим своим товарищам. Им статья понравилась, конечно же. А потом он у них отдельно спросил, а вот понимаете ли вы, коллеги, как написать базу данных, которая бы не теряла согласованности при любом количестве отказов, и при этом бы функционировала, обслуживала пользователей, когда отказов меньше половины. Вот, ну, и, к сожалению, он пишет, что никто из моих коллег не увидел никакой связи между моим вопросом и статьей про Paxos, что тоже Лэмпорт огорчило. Ну, как огорчило. Ну, он уперся и не стал ничего менять, и статью не опубликовали в 90-м году. Хотя, вот, Лэмпорт пишет, что какие-то коллеги все-таки понимали ее ценность, понимали, о чем она на самом деле. Но так вот продлилась история до 98-го года, и все-таки в 98-м году статья все-таки попала на конференцию, была опубликована спустя 8 лет. И Лэмпорт попросил по этому поводу вставить в статью вот такое небольшое замечание, что вот эта, значит, эта статья была найдена где-то в пыльном углу кабинета редакторов этой конференции, и, наконец-то, ее сочли достойной для публикации. Вот, но, к сожалению, автор сейчас находится где-то на раскопках Древней Греции, и сейчас недоступен, поэтому мы публикуем эту статью с его согласием. Но статью все-таки опубликовали. К счастью, для Лэмпорта, но это ничего сильно не поменяло, потому что сам Лэмпорт пишет, что никто особо не обратил на нее внимания, и он жалуется, что люди, в общем, запоминали большей частью древних греков, и то, как он выступает на конференциях в костюме Индиана Джонса, а почему-то не алгоритмом по аксессу, который там был изложен. Вот Лэмпорт огорчался, огорчался, и он пишет, что ему было обидно, потому что алгоритм очень простой. И в какой-то момент он пишет, что он был на какой-то конференции, и вот объяснил кому-то из своих коллег устно этот алгоритм без этой статьи, и в конце концов не выдержал, пришел домой и за вечер написал такое маленькое короткое изложение, но уже не всего протокола Атомик Бродкаста, который был в статье про греков, а вот решение задачи консенсуса в изоляции. И получилась статья на 13 страниц, в которой, как он пишет, не было формулы сложнее, чем N1 и больше, чем N2. Ну, в общем, абсолютно справедливое замечание, и эта статья называется Paxos Made Simple, Paxos с простыми словами. У нее тоже довольно интересный абстракт. Тут написано, что гритм Paxos, если он изложен на английском, очень прост на самом деле. И Лэмборд пишет, что вот, в общем, статья первая оказалась слишком греческой для многих читателей, поэтому он переписал ее на английском, и он пишет, что алгоритм очень прост и вот практически неизбежно следует из каких-то свойств самой задачи консенсуса. То есть ничего проще быть не может на свете. Ну вот не все с ним согласны. Чуть позже у нас будет другой алгоритм консенсуса, вернее, другой алгоритм, который занимается Atomic Broadcast, ну или чуть точнее реплицирует лог-команд для RSM. Он называется Raft. И статья, посвященная алгоритму Raft, у нее тоже любопытное название, называется «В поисках понятного алгоритма консенсуса». Это такая шпилька в сторону Paxos, потому что авторы пишут, что вообще то, что они придумали, это результат, который не делает ничего нового. Мы получили результат, эквивалентный алгоритму Paxos. Вот не каждый так статьи начинает. Но почему эта статья была написана? Потому что, как пишут авторы этой статьи, алгоритм Paxos довольно труден для понимания, несмотря на многие попытки все-таки сделать его доступным. Вот. Ну и после того, как авторы этого алгоритма Raft испытали трудности с Paxos сами, они написали свою статью. Ну, правы они или нет, мы узнаем чуть позже. У вас будет возможность самостоятельно оценить утверждение, ну, потому что мы и то, и другое напишем. Но вообще-то алгоритм Paxos занимает вот столько места. Это его псевдокод. Ну, вот 20 строчек. То есть не то, чтобы он сложен, то есть понять его несложно. Что именно имеют в виду авторы Raft? Ну, видимо, немного другое. Они говорят о том, что Paxos, наверное, не интуитивен. И вот сегодня, я надеюсь, вам это продемонстрирую. Вот его, к сожалению, трудно объяснить, как-то инкрементально, как мы делали с регистром. Мы там брали три реплики, давайте напишем на все, соберем кворум, прочитаем со всех, соберем кворум. Потом пересеклось, здорово, потом ошибка нашлась, поправим. Другая проблема, и поправим. Но вот как-то инкрементально можно выстроить, делая простые шаги. С Paxos такого не получится. И почему не получится, мы сегодня, наверное, увидим. Ну, или в следующий раз точно увидим. А вот Raft претендует на то, чтобы придум... Raft претендует на понятность, то есть на то, что он интуитивен. Там есть какая-то декомпозиция, где части, по утверждению авторов, Raft независимы друг от друга. Я попытаюсь вас убедить, что это не так, но это потребует некоторое время. Ну, вот, с одной стороны, есть такая сложность в Paxos. То есть в нем нет какой-то простой интуиции. А другая сложность, она действительно в статье про Paxos, потому что она, ну, вот наполовину про греков. А вторая половина сложности этой статьи в том, что там, где Лэмпорт пишет не по-гречески, а по-английски, он почему-то начинает суперформально рассуждать. То есть он пишет, ну, он доказывает простые вещи очень формально, и читать это, ну, ты застреваешь, когда читаешь. Почему он так делал? Потому что, ну, у него был свой собственный интерес, он занимался формальной спецификацией, верификацией, и разрабатывал язык, который называется TLA+, для того, чтобы формально описывать, как работают алгоритмы. Мы про это тоже поговорим. Ну, в общем, Лэмпорт, с одной стороны, был суперформально, с другой стороны, писал какие-то мемы про греков. И вот из-за этого статью читать трудно, конечно же. Но это такая сложность преодолимая. И что я могу порекомендовать? На самом деле я вам статью рекомендую, но не сразу. То есть если вы изучаете распределенные системы, и вы хотите погрузиться там в задачу консенсуса, то вот начинать статьи, конечно, не стоит. Стоит начинать с RAFTA. Ну, вот есть статья на 18 страниц про RAFTA, относительно небольшая. И, кроме того, в RAFTA вместе с этой статьей написано PHD. PHD, она уже занимает 250 страниц, 260 почти что. И в ней, помимо изложения алгоритма, есть вот буквально все детали устройства RSM в продакшене. То есть это буквально учебник. И там есть отдельная глава, скажем, про… Почему я не могу перейти? Про протокол клиента. То есть как сделать exactly once в RSM. Про переконфигурации. Вот мы говорим про задачи, где узлы зафиксированы, там зафиксировано 5 узлов или 3 узла, и их состав не меняется, даже если они умирают. Ну вот в реальности, конечно, нужно заменять сбойные узлы на новые, нужно как-то переконфигурировать состав кластера, это меняет кворумы, и нужно делать это аккуратно. Ну вот в PHD описывается и эта проблема, ну и какие-то многие другие. Так вот, если вы прочтете статью про RAVT и посмотрите на это PHD, а потом вернетесь в 90-й год и будете читать статью Лэмпорта, то окажется, что Лэмпорта многие вещи там описал. Ну опять как-то совершенно шутливо через каких-то сырных инспекторов и солнечные часы. Вот то есть он тогда все это понимал, но оценить как бы из того времени это было невозможно. Ну и Лэмпорта особо не стремился к тому, чтобы его оценили. Ну вот. Короче, сложная история. Да, еще две забавные детали. Ну вот с одной стороны, это статья формальная, а статья про Paxos Made Simple, она наоборот очень проста и написана буквально по-английски, то есть таким бытовым языком. Чем это обернулось? Довольно странная история, в свою очередь. Лэмпорт пишет, что в 2015 году, ну вот, короче, проще показать, на статей Кэверфлоп появился вопрос. Вот человек читает статью Лэмпорта про Paxos Made Simple и говорит, там есть какая-то ошибка вроде. Ну и приходит другой человек, который разбирается в этом инженера Амазона и помогает автору вопроса разобраться, что на самом деле просто в статье Лэмпорта по Paxos Made Simple есть предложение, написанное на английском языке, которое можно интерпретировать неоднозначно. И вот в одной интерпретации мы получаем, что алгоритм работает неправильно, а в другой правильно. Ну, разумеется, ошибки у Лэмпорта нет, просто вот такое два способа прочесть одно и то же. Поэтому что про это говорит Лэмпорт? Что, во-первых, я не собираюсь эту ошибку исправлять в статье, ну, кто знает почему. А, ну, нет, понятно почему. Он говорит, что вот просто не читайте эту статью. Вот ровно поэтому я ошибку там исправлять не буду. Вот читайте статью про парламент, там все четко, там ошибки нет, ну, там, неоднозначности нет. В общем, статья со сложной судьбой, вряд ли кто-то ее сможет повторить когда-либо. Но мы сегодня хотим с этой статьей разобраться. Ну, вернее, в статье описывается протокол работы парламента. Вот, протокол работы парламента и это следующая лекция наша. А сегодня мы хотим разобраться в протоколе, именно, которую описывает Лэмпорт Ветт в статье, и которая решает задачу консенсуса в изоляции. Это протокол, который называется Single Decree Paxos, то есть паксос одного указа. То есть задача о том, чтобы договориться о очередном указе, решить задачу консенсуса. Ну, и можно, наконец, переходить к нашему основному содержанию. Ой, забыл еще одну шутку. Ну, как же так? Там слишком много всего. В общем, статья называется Paxos Made Simple. Вот, и это положило начало целой череде мемов, потому что статьи про Paxos стали называть так и дальше. То есть у нас будет лекция по статье, которая называется Paxos Made Live. И была статья, которая называется Paxos Made Moderately Complex. Ну, как? В общем, целая история с этим Paxos. Но, возможно, это не самая полезная вещь для нас. Мы хотим все-таки строить алгоритм. Мы хотим решать задачу консенсуса. Напомню, что задача консенсуса состоит в следующем. У нас есть N узлов. У каждого узла есть свой собственный вход, и каждый узел должен реализовать процедуру Propose, которая подается на вход этот input, и которая выбирает некоторое общее значение. Мы хотим свойство validity, то есть выбирается одно из предложенных значений, выдумывать их нельзя. Если два узла делают выбор, то они делают одинаковый выбор, и алгоритм по возможности должен завершаться. Ну, как мы выяснили, это задача. Это свойство не всегда достигается. Мы сегодня говорим про конкретный алгоритм, который решает задачу. Он называется single-dq-paxes. Ну, и не так-то просто его рассказать. Я уже говорил, что у него нет начала и конца, его можно рассказать только целиком. Вот я сейчас это собираюсь сделать, а потом мы будем его изучать. Но прежде чем я нарисую картинки, как он работает, как он устроен, нужна какая-то интуиция все же. В задаче консенсуса у нас есть отдельные узлы. У них есть значение. В алгоритме single-dq-paxes на этих узлах выделяются роли. Именно две роли. Роль proposer и роль аксептор. Каждый узел в алгоритме paxes является и proposer, и аксептором. Proposer предлагает значение. То есть это активная часть алгоритма. Вот именно proposer выполняет процедуру propose. У него есть входное значение. Аксептор голосует за предложение, за значение, или чуть точнее за предложение, которое выдвигают proposer. Аксептор может голосовать за одно предложение, но он не обязан сохранять свой выбор навечно, он может его поменять. Сами предложения — это не просто значение, это пары. То есть если proposer предлагает какое-то предложение, то вот он берет значение и добавляет к нему то, что называется proposal или ballot number. Да, ну, предложение или бюллетень. Proposer выбирают для своих предложений разные n. Ну, вот глобально разные. Эти n должны быть упорядочены, но они не обязаны выбираться монотонно. Каждый proposer будет выбирать монотонно, то есть каждый proposer будет выбирать свои предложения растущими n. Но никакой монотонности глобально не требуется. Главное, чтобы для разных proposer, для разных предложений эти n были уникальными. Ну и можно, наверное, сразу считать, что вот эти n будут выглядеть так. Это некоторое число k и id данного proposer, чтобы они могли различаться. Вообще говоря, алгоритм, который мы строим, не требует, чтобы proposer и аксепторы были одними и теми же узлами. Вот в нашем алгоритме proposer может быть сколько угодно, значение может быть сколько угодно, а аксептора будет зафиксированное число. 3, 5 и так далее. Вот именно от аксептора будет зависеть отказоустойчивость. В задаче консенсуса, если мы смотрим на нее в изоляции, proposer и аксептор — это просто каждый отдельный узел. Но если мы переносимся на уровень выше, на уровень Atomic Broadcast, на уровень RSM, то там уже это разделение может быть полезным по своим причинам. Ну и как коммуникация между этими ролями устроена? Во-первых, proposer общаются только с аксепторами. Они не общаются друг с другом, и аксепторы вообще ни с кем сами не общаются, они пассивные. Они только отвечают на команды proposer. Ну, что могли бы делать proposer? Proposer предлагают свои значения, делают предложения такие аксепторам. Но proposer несколько, они конкурируют друг с другом. Так что вот непонятно, как же аксепторам скоординироваться, как им сделать общий выбор, как им проголосовать за одно и то же предложение. Для этого proposer, ну, это очень такое неформальное объяснение, но все же, я им воспользуюсь. Proposer как будто бы берет на аксепторы блокировки. Вот если он хочет предложить что-то всем, то он сначала лочит каждого аксептора, так условно очень. И когда он собирает локи с них, то после этого он говорит им, вот принимайте мое предложение. Ну, что может случиться? То есть понятно, что только один аксептор может собрать слишком много локов, там, кворум из локов, так что вот два аксептора не смогут так сделать вместе. Но с другой стороны, даже если мы примем такую интуицию, то уже непонятно, что такое распределенная блокировка, потому что что такое мьютекс локальный мы понимаем, а что такое мьютекс, у которого может умереть владелец, proposer, мы уже не понимаем. Ну, точнее, должны не понимать. Это некоторая проблема. Поэтому это, конечно, не буквально блокировки, это такие блокировки, которые можно отбирать в других. Вот чуть позже мы увидим, что в распределенных системах не локи используются, а используется понятие лиза. Но если вы читали статью про GFS, там это слово было, и мы спустя некоторое время про это подробно поговорим. Ну, а пока можно считать, что мы берем такие, что proposer берут некоторые блокировки, но если proposer умирает, или даже если не умирает, другой proposer может эту блокировку перехватить у него. Ничего это не объясняет, но по крайней мере это поможет мне сейчас картинку рисовать. Я сейчас нарисую одного proposer и, ну, вот, пусть трех акцепторов. И опишу, как коммуникация между ними устроена. Ну, вот, буквально я сейчас нарисую алгоритм proposer. Вот его. То есть proposer реализует вот этот свой proposer со значением v. Как он устроен? Он устроен в две фазы. Сначала нужно захватить внимание акцепторов, взять на них блокировку условную, а потом сделать предложение. Ну, вот, первым делом proposer выбирает некоторое n. Proposal number. Вот, выбрал. После чего начинает свою первую фазу. Отправляет на акцепторы специальное сообщение, которое называется prepare. С единственным аргументом вот это самое n. Как на эти сообщения реагируют акцепторы? У каждого акцептора есть состояние. Во-первых, каждый акцептор хранит значение np. np — это максимальный n, который этот акцептор получал от proposer. Просто максимальный n, который он видел. И если акцептор получает prepare с n меньше, чем np, который у него уже есть, то акцептор говорит, что prepare отвергается, потому что n слишком маленький. Ну, он может ответить явно, может вообще ничего не отвечать. Но лучше ответить явно, конечно, что отказываем. Если же акцептор видит, что этот n больше, чем его np, то акцептор обновляет свое np и отвечает пропоузеру сообщением promise. n, n, av. Почему promise, во-первых? Потому что мы, обновляя np, обещаем, что мы, акцептор, обещаем пропоузеру, что мы больше не будем принимать сообщения от команды от других пропоузеров с номерами меньше, чем вот этот n. Поэтому promise. А во-вторых, мы к этому promise прикладываем пару n, av. Это вторая часть состояния акцептора. Это вот текущий, отданный акцептором голос. Его vote. У каждого акцептора есть какой-то голос, ну, в смысле, есть предложение, за которое он уже проголосовал. Акцептор может поменять свой выбор в будущем, но вот пока он такой. Голос акцептора сам по себе пока ничего не означает. Это просто вот какое-то локальное решение. И мы отправляем этот голос, отданный. Мы, а первый, отправляем пропоузеру наш текущий голос. Что делает пропоузер с этими голосами, с этими ответами? Он дожидается, пока соберет кворум. Это фаза 1. Фаза prepare. Когда набрался кворум, пропоузер смотрит на значение, которое он получил в промисах, на вот эти голоса. Если акцептор... Да, задача пропоузера сейчас выбрать значение, которое он будет предлагать акцепторам. Вот на этой фазе никаких значений, никаких V, пропоузер никак не использовал свое собственное V. Вот он собрал кворум преперов, он как будто бы взял блокировку на большинстве акцепторов и теперь выбирает V, которое он предложит. Если пропоузер получил хотя бы от одного акцептора не пустой голос, то есть голос, у которого уже есть какой-то N-A-V-A, то в качестве значения, которое будет предлагаться, давайте его V со звездочкой обозначим, будет выбрано V-A с максимальным N-A. Если же пропоузер получил промисы и во всех этих промисах пустой голос, то есть акцепторы, которые ему ответили, пока ни за что не голосовали, то пропоузер выберет в качестве этого V со звездочкой свое собственное V. Ну а дальше, выбрав это самое V, мы предлагаем его акцепторам. Мы отправляем команду, которая называется, ну можно по-разному ее называть, можно сказать, что она называется пропоуз N V со звездочкой, ну или иногда ее называют акцептор V со звездочкой. Где бы это написать теперь? Ну мы собираем кворум промисов. А если нам пришли отказы больше, чем от... Мы собираем кворум промисов. Ну еще раз, акцептор отправляет акцептор, смотрит на полученное N. Если это N меньше, чем NP, то промис не отправляет. Если N это больше, чем NP, то отправляет пропоузеру сообщение промис и к нему прикладывает свой голос. Вот. А пропоузер дожидается на фазе 1, когда он соберет кворум промисов. Ну то есть каждый акцептор может либо, ну не знаю, умереть, вообще не ответить, может ответить, что отказывает. Ну вот это все в кворуме не учитывается, разумеется. Ну вот, мы выбрали значение, которое мы будем предлагать, и предлагаем его. Посылаем команду пропоуз или акцепт. Я буду называть ее то так, то так. И что делает акцептор? Ну точно так же. Он получает этот пропоуз N, V со звездочкой, смотрит на N и на свое NP. И если его NP не меньше, чем N, то акцептор обновляет свой голос. То есть вот здесь он говорит, что NA, VA, теперь NV со звездочкой. Ну и обновляет на самом деле NP тоже, если он видел, что N больше, чем его NP. И отвечает пропоузеру сообщением ACCEPTED. Это вторая фаза. Ну вот мы предлагаем акцептору наше предложение, он за него голосует, если наше N его устраивает. Если наше N больше того, что он уже видел. Между NA и NP. Что? Чем разница между NA и NP? Ну это разные значения, разные переменные. NP это максимальное, а NA? Ну NA, VA это максимальное, это голос, это предложение, за которое мы проголосовали. Нет, вот в первой фазе еще было. Сейчас, но у акцептора есть две переменные. NP это максимальное значение, которое он получал в любом из сообщений, что в prepare, что в propose. NA, VA это голос, который он отдал. Вот на второй фазе алгоритму PAX. А у нас не может произойти ситуация, что мы не соберем акцептору? Ну конечно же может. Чего же не может-то? Мы можем не собрать кворум как здесь, так и здесь по одним и тем же причинам. Либо у нас слишком много отказов, кворум не собирается. Ну это понятно, мы просто блокируемся, ждем. Либо нам прислали слишком много отказов. И мы понимаем, что кворум собраться уже не может никак. В этом случае мы, ну, вне зависимости от того, какая фаза провалилась первая или вторая, ретраиваемся и выбираем себе новое значение n побольше, чем было раньше, потому что, видимо, то, что было раньше, оказалось слишком маленьким. Ну, можно для начала считать, что так. Совсем случайно, наверное, делать не нужно. Но начать можно со случайного, да. Наверное, легко догадаться, что если ты акцептор, ты отвечаешь отказом, ты мог бы приложить свое np, которое больше, чем n, и пропоузер явно не должен выбирать свое новое n меньше, чем np, которое уже есть в акцепторах. Это было бы бесполезно. Ну что, таков алгоритм. Я пока совершенно не объяснил, что это значит, в чем здесь смысл, но, по крайней мере, процедура должна быть ясна. Вот алгоритм пропоузер написан, нарисован. Остаются ли в нем какие-то сомнения? Ну, сомнений, наверное, масса. Понятно ли, как он работает? Что он делает на каждом шаге? Про уникальность n. Да, n уникальные. Но достичь этого несложно. Еще раз. У тебя n — это кортеж из некоторого числа и твоего уникального идентификатора. Но просто выбирай число монотонно, каждый раз увеличивая n. Уникальный идентификатор даст тебе глобальную уникальность. Ну и все эти кортежи, они упорядочены просто лексикографически. Сейчас, то есть мы едем n и едем в каждом вызове пропоузер. Ну мы на каждой итерации, у нас же алгоритм с итерациями, у нас фаза может провалиться, и мы иритравимся. Но вот мы на каждой итерации вот этих двух фаз выбираем себе значение n и с ним ходим к акцепторам. А вы говорили, как выбирает акцептор? Как он голосует? За что он голосует? Так, да, говорили. Ну, еще раз. Акцептор, получая пропоуз, смотрит на n, сравнивает его с np. Если np больше, чем n, мы отказываем этому пропоузу. Если n больше, чем np, то мы обновляем свою пару n, отдаем голос за этот пропоузал. Но мы меняем свое решение, потому что вот n у этого пропоузла побольше, чем мы видели. То есть мы хотим голосовать до самого большого n на соте, который у нас есть? Да. Ну и обращаю внимание, вот этот отданный здесь голос, он в смысле консенсуса ничего не значит пока. Это просто какой-то акцептор сделал, проголосовал. Это не выбор терминных консенсуса. Это не значит, что узел, на котором живет этот акцептор, сделал какой-то выбор в смысле пропоуза. Нет. Да, ну и если, конец, нужно завершить это все. Если пропоузер прошел успешно через первую фазу и через вторую, собрал оба кворума, то он свой пропоуз завершает и выбирает вот это самое 8 звездочкой. Ну что, таков алгоритм. Допускаю, что он, возможно, пока не интуитивен, но если его нарисовать, в смысле, как он работает, то все станет очень просто. Поэтому давайте рисовать. Как я буду рисовать? Ну я рисую картинки обычно вот так вот, таймлайны и стрелочки между ними. Сейчас будет иначе. Пропоузеров я вообще рисовать не буду, они лишние. Я буду рисовать только акцепторов. Вот будет акцептор, и у него будет вот такой вот таймлайн, и на нем будут два события, два типа событий. Во-первых, акцептор может получить от пропоузера, они будут разноцветными, вот цвет это будет пропоузер. Синий пропоузер, красный пропоузер, зеленый пропоузер. Других не будет. Он может получить сообщение prepare. Это выглядит так. Prepare 3. Это означает, что жил-был акцептор A, и вот ему пришел prepare. с номером n, с n равным 3. Ну, я сказал, что n это на самом деле не просто числа, это какие-то пары, ну или элементы какого-то порядочного множества, но я могу их на доске выбирать глобально уникальными, поэтому я буду просто числа рисовать. Вот prepare 3. и акцептор ответил на него промисом. А если n оказалось маленьким, то я буду этот p зачеркивать. Акцептор его отверг. Ну, помимо prepare, акцептор может получать и команды пропоуз или акцепт. Ну вот пропоуз это больше по смыслу подходит, а акцепт такая директива, прими значение. Вот я буду рисовать здесь буквы A, потому что вот p склеиваются. Акцепт 7 значение x. Это что означает? Что этому акцептору чуть позже вот где-то здесь прилетела команда accept с n 7 и с значением x. Но она тоже была принята. если не была почему-то, то я тоже буду зачеркивать. Ну вот такой способ просто рисовать исполнение. Ну а теперь рисуем исполнение, чтобы понять, как алгоритм работает. в случае 1. У нас 3 акцептора. У нас всегда будет 3. И что происходит? Сначала появляется синий пропоузер. Он выбирает себе n равное n единице и посылает prepare вот сюда и вот сюда. Собрал кворум. Получил отец промисса. После этого он прошел через первую фазу своего алгоритма и, видимо, от этих акцепторов получил пустые голоса, потому что они еще не успели ни за что проголосовать. И предлагает теперь свое значение. Свое, допустим, вот этот самый x, который здесь был. Accept 1x. Accept 1x. Оба акцептора проголосовали за принятый x, он их устраивает. И пропоуз для синего пропоузера завершается. Ацепт обязательно те же? Нет, не обязательно. Ну вот тут, видишь, нарисовано даже, что не обязательно. Ацепт у нас? Ацепт у нас синего? Что? Ацепт у нас синего? Акцепт. Да. Цвета это пропоузеры сейчас. Вот синий пропоузер, красный пропоузер. А если он на пустой пошел, то проголосовать за пустое? Что значит за пустое? Проголосовать за пустое невозможно. Просто по построению алгоритма. Мы голосуем, когда мы получаем nv. Вот мы получили nv, смотрим на это n. Если оно больше, чем np, то мы обновляем свой голос. Мы акцептор. Не равно n и n. Что? Вовремя акцепта n не равно n, что это равно? Равно. Ну, нас устраивает. Нас не устраивает, когда оно меньше. Вот. Что происходит дальше? Дальше появляется красный пропоузер. Он говорит p2, p2. Какой-то вопрос, наверное, есть. Можно его задать. Акцептор хранит, во-первых, максимальный n, который он видел. Это называется np. Да, я соболезную, что я говорю np и nava. Но у этого еще есть понятие голос. Это какой-то номер бюллетеня. Вот в следующий раз за этими странными обозначениями будет очень конкретная интуиция. Мы просто должны к ней сами прийти. Вот в этом он говорит мне никакой интуиции нет пока. Никакого физического смысла здесь, в этих понятиях не наблюдается. Ну вот, а nava — это просто голос, который акцептор успел отдать кому-то на второй фазе. Если его устроило n, которое прилетело в этом пропоузере, то мы за него голосуем. Можно еще вопрос? Да. А если у нас два синих акцептора прилетели, то если второй акцептор прилетел на 3, который получил 3p? Ну, у нас это устраивает. Но здесь же на картинке я так специально и нарисовал. Мы получили, мы третий акцептор, получили акцепт, но еще не видели ни одного prepare. Нас это устраивает, потому что np наше меньше, чем вот это n в acceptе. Сейчас, если мы все, как раздеваем, например, accept и минус, чем prepare, то он... Еще раз. Логаритм устроен так. Получаем accept, сравниваем n и np. Если n не меньше, чем np нас устраивает, все. Никаких дополнительных правил. Так что не нужно сначала, ну, то есть на те же реплики доставлять обязательно, в том же... Нет, не требуется ничего такого. Вот, кстати, это... То, что этот вопрос вызывает некоторые трудности, это нормально, потому что проблема у лэмпорта была... Ну, в смысле, проблема у людей, которые читали статью Paxos Made Simple, была ровно в этом. То есть, действительно, accept мог прийти на реплику, на акцептора, который не видел до этого prepare, и ошибка была в том, чтобы не обновлять здесь np. np обновляется всегда. Что на этой фазе, что на этой фазе. Если мы увидели n в accept или n в prepare больше, чем наш np, мы его всегда обновляем. Ну вот, значит, что происходит здесь. Здесь этот P2 приводит к ответу promise, который возвращает что? Ну, видимо, ноль ничего, то есть третий акцептор ни за что не голосовал. А второй акцептор вернет значение пару 1x. Ну, то есть, он бы... Этот акцептор принял уже эту пару 1x, и эта пара... И красный proposer узнает про этот голос, получив promise от второго акцептора. Ну, а дальше красный proposer собрал quorum на первой фазе. Он смотрит, получил ли он хотя бы одно не пустое значение v. Получил. А значит, он в качестве своего предложения выбирает v с максимальным n a. Это x, и предлагает теперь a2x, a2x. И акцепторы снова голосуют уже за 2. Уже за предложение 2x. Ну, то есть здесь второй акцептор проголосовал дважды. Он сначала проголосовал за 1x, потом за 2x. Ну, и то, что здесь произошло, очень естественно. Вот здесь, вот в этот момент, синий proposer уже завершился. Он выбрал значение x. А по правилам консенсуса, если кто-то один выбрал что-то, то другие должны выбрать то же самое. И вот в promise с помощью вот этого ответа, то есть когда мы прикладываем свой отданный голос к ответу, вот с помощью этой информации красный proposer смог понять, что вот есть уже значение x, и повторно его предложить. И таким образом он выберет тот же самый x. То есть здесь, в этом случае, promise помогал красному proposer, потому что в promise был отданный акцептором голос. И через него мы узнавали о том, что какое-то значение уже выбрано. Ну, мы, конечно, не понимали, что оно выбрано, но за счет этого мы не предлагали чего-то другого. Ну, может получиться, конечно, иначе. Скажем, может быть, этот акцептор, синий proposer не успеет сделать свой выбор. А когда сможет это сделать, когда будет это делать, это уже будет слишком поздно. Нет, все правильно. И вот это предложение будет отвергнуто. Такое может быть. Ну, то есть вот здесь вот красный proposer узнает про x через второго акцептора, но он в случае вот этот 1 и 1 штрих не различает между собой. То есть красный proposer не понимает, выбран x глобально или не выбран. Правда ли, что у нас те proposer, которые… То есть уже когда у нас зашел proposer, правда ли, что у нас могут быть другие акцепторы, на которые пришел как раз accept? Сейчас, не нужно в одном предложении говорить и propose, и accept. Потому что это синоним, и нужно как-то согласованное. Propose, accept — это синонимы. Смотри, я-то хотел бы говорить про propose, но если я буду рисовать здесь, p, и здесь, по меня не поймут, поэтому… Давай тогда заново, потому что я ничего не понял. Вот у нас prepare на первом случае, он у нас на первом, и на первом уже accept. Да. Вот пошел prepare. Дальше у нас accept. Дальше у нас идет и в связи… Да. Да. Правда ли, что она может пойти на второй, третий accept? О, да-да, я справился. Ну, я… А ты думаешь, я вот рисую просто произвольные картинки, да, не думая об этом никак? Ну, она для этого и нарисована, чтобы исключить твой вопрос. Но я… Не получилось. Мой план провалился. Может. Может как угодно быть. Вот. И еще раз. Акцептор, когда он получает prepare, когда он получает accept, он не думает про то, что с ним было раньше, ну, в смысле, какие он получал сообщения, он просто смотрит на np и сравнивает его с n. Если не меньше, то хорошо, если меньше, то плохо, отказываем. Это все, что он делает. Очень простой алгоритм. Вот. Ну, то есть здесь в исполнении штрих p2 перенял это значение x и свое не предлагает. Но сам этот красный пропоузер, он эти два сценария не отличает друг от друга. Ну, правда, ничего страшного не случится, потому что акцептор, пропоузер синего цвета, он хоть свою вторую фазу и провалил, но он притраится, снова соберет, ну, там, с p3, p3, снова получит ответы от акцепторов, этот x увидит свой же, который, правда, записал красный, ну, и еще раз его предложат. Так что здесь ничего страшного не произойдет. В любой, где не собрался кворум. То есть если ты вот здесь получил, например, два отказа из трех, ты понимаешь, что ничего уже не светит тебе и нужно пробовать заново с больше man. Ну, либо здесь. Это первый случай, который демонстрирует нам одно назначение сообщения promise. И есть другой случай. Итак, все начинается так же. У нас есть синий пропоузер, у него есть, допустим, значение x, и он говорит prepare1, prepare1 на первых двух акцепторах. И он успевает записать свое значение x под вот этим ballot number на первого акцептора. Но тут приходит красный пропоузер со значением y и говорит p2, p2. После этого, когда вот этот акцепт от синего пропоузера долетает до второго акцептора, он этим акцептором отвергается, потому что она слишком маленькая. Ну, а что получил здесь красный пропоузер в ответ на свои prepare? Он получил ничего и ничего, поэтому он предлагает свое значение. У него это было y. И он говорит a2y, a2y, и выбирает значение y. Ну, у него был. Задача консенсуса. У каждого есть свое значение. Ну, там все хорошо, потому что синий высокал в форму. Ну, ничего плохого не произошло. Так я к чему эти рисунки-то рисую? Не просто так, а для того, чтобы объяснить, в чем смысл фазы prepare, в чем интуиция, вернее. Вот здесь сработал другой момент. Смотрите, что могло пойти не так. То есть почему нельзя, скажем, оставить этот алгоритм в вторую фазу? Это, конечно, странное предложение. Но все же, вот у нас здесь есть два конкурента. Есть синий и красный. У одного x, у другого y. И они пишут его на акцепторы. И вот будет скверно, если сначала большинство акцепторов проголосуют, ну, интуитивно, большинство акцепторов проголосуют за x, а потом они проголосуют за y. Поэтому здесь вмешивается второй механизм алгоритма PAXES, а именно, что мы обновляем NP и обещаем, собственно, отвергать старые предложения. Смотрите, вот есть... Я понимаю, что у меня цвета разные значат. В смысле, здесь они означают разных пропоузеров, а здесь разные фазы. Вот пусть у нас есть красный пропоузер, и он на большинство пришел с препером 2 и получил подтверждение. Подтверждение promise, то есть большинство акцепторов пообещало ему старые пропоузеры игнорировать. Вот за счет обновления этого NP и правила, что n должно быть больше NP, это мешает синему пропоузеру прийти и записать на кворум свои акцепторы, свое предложение. Но потому что мы пересечемся, и в пересечении будет хотя бы один узел, который уже точно предложение отвергнет. То есть мы здесь не можем собрать у синего акцептора кворум с его 1x. Вот этот узел в пересечении скажет нет, отказано. Так что акцептор в фазе prepare выполняет, как бы он две задачи решает. С одной стороны, отвечая своим голосом, он помогает другому акцептору понять, другому пропоузеру понять, что значение уже выбрано, как было в примере 1 без штриха. А с другой стороны, он помогает заблокировать конкурирующего пропоузера со старым n, если значение еще не выбрано. То есть если значение выбрано, то работает вот эта пара. А если значение не выбрано, то работает правило, что n должно быть больше, чем np, не меньше, чем np. Каждый акцептор не понимает, какой сценарий сейчас реализуется, конечно, поэтому он делает сразу две эти вещи. Ну вот такая вот грубая интуиция. Она все еще ничего не объясняет, никакого строгого смысла в ней нет, строгого содержания, но хотя бы интуитивно почувствует, зачем она нужна, можно. Вот через неделю прям вот все сложится. Но если вы будете внимательны, конечно, то все встанет на свои места. И почему пропоузеры и акцепторы — это разные люди, и вот что значит эти n, v и так далее. Но пока имеем дело с тем, что есть. Ну что, сценарии понятны, да? Тогда следующий вопрос. А что значит вот в этом алгоритме понятие выбора? Я, конечно, сказал, что пропоузер, проходя через две фазы, выбор совершает, то есть пропоузер у него завершается. Но вот можем ли мы каким-то образом… Ну, в конце концов, каждый пропоузер может умереть. Так вот, и он не сможет понять, что он прошел через две фазы. Можем ли мы вот по как-то глобальному состоянию мира понять, что значение выбрано по состоянию акцепторов или по действиям акцепторов? Каждый пропоузер понимает, выбрал он значение или нет. А вот можем ли мы, смотря вот на такие картинки, это понимать, не думая про отдельных пропоузеров, думая про то, что делают акцепторы? Ну, то есть, что такое выбор? Вот я могу сказать двумя способами. Я могу сказать, что вот выбор, алгоритм консенсуса сделал выбор. Вообще, помните, в прошлый раз у нас было состояние, была FLP-тиарема, и там были конфигурации. И мы их делили на два типа, бивалентные и унивалентные. И унивалентность означало, что выбор зафиксирован уже, что как бы дело дальше не пошло, все равно все выберут одно и то же. Вот могу ли я сказать, что если, скажем, на большинстве акцепторов сейчас в VA лежит одно и то же значение, то алгоритм консенсуса, это VA, непременно, ну, то выбрано может быть только в это самое VA. Нет. Ну, это довольно естественно, что вот на большинстве лежит, вот если это на большинстве лежит, значит, уж точно выбрано X. Нет, ну на одном здесь лежит один X, а выбрано Y в этом исполнении. Ну, я говорю не на одном, а на большинстве. Вот если на каком-то кворуме лежит X или лежит Y, то можно ли считать, что ничего другого, кроме этого X или этого Y, про полузы вернуть не могут? Вот такой вот вопрос. Вроде как, ну, мы после фазы приборов, где у нас мы на форуме получили, ну, хотя бы одно непустое сообщение, вот, то тогда получается у меня значение уровня. Да нет. Ну вот у меня здесь лежит где-то один X. На одном акцепторе лежит, значит, лежит голос 1,x. Я прихожу с prepare2, prepare2, прихожу, но вот на первую реплику вижу X. Значит ли это, что X обязательно уже будет выбран? Ну, нет, не значит. Он лежит только на одном узле. Этот узел, не знаю, умереть может. Но я спрашиваю уже не про один узел, ты пытаешься сделать какое-то более сильное утверждение. А я говорю, что мне недостаточно, конечно, одного узла. Мне необходим целый кворум. Вот, значит, еще раз вопрос. Верно ли, что если одно и то же значение в виде VA лежит на большинстве акцепторов, то никакой прополуз не может вернуть ничего другому, кроме VA? Ответ нет. И рисуем контрпример. А понятно ли, почему не... Нет, если интуиция вас обманывает, то непонятно, конечно, почему. Но если вы знаете ответ, что нет, то в чем проблема? Итак, у нас будут четыре, кажется, акцептора. Сначала появляется синий. Говорит P1, P1. То есть prepare 1, prepare 1. Получает промис с пустыми ответами, с пустыми голосами. Предлагает свой x. А, 1, x. Тут появляется красный прополузер. Говорит prepare 2, prepare 2. После этого, ну, здесь, понятно, отвергается этот самый 1, x. А нас устраивает, чтобы кворум на 2 отверстия у себя? Или сейчас? Ну, кворум у нас 3 акцептора, и кворум это 2 из 3. То есть, что акцептора 4? А, нет, у нас по-прежнему 3 акцептора. Ну, это как-то, не знаю, x-concurrency, это же то же самое. Для того, чтобы построить контрпример, обычно достаточно трех. Вот, мы поэтому 3 всегда и рисуем. В продакшене иногда недостаточно. Ну, то есть, если вы, там, используете звукипер, то его, скажем, деплоят на, там, 5 машин или на 7 машин. Но если эти машины далеко, то, наверное, все-таки 3 ставят. Физически далеко. Ладно, у нас нечетное и 3. Вот, пришел P2, он перебил синего пропоузера и предложил свое собственное значение. У него это был y. Вообще, понятно, к чему я клоню? А то я сейчас нарисую контрпример, и вы все увидите. А вот, пока интуиция есть, к чему я хочу прийти. У вас, ну, сейчас третий прокурор перебьет зациклить на третий. Нет, зациклить алгоритм нужно. Как бы FLP говорит, что лайфлог есть. Но мы же не про лайфлог сейчас говорим. Мы сейчас говорим про то, что понятие выбора определено пока нами неправильно. Что просто иметь одно и то же значение на кворуме недостаточно для выбора. Видимо, я хочу иметь одно и то же значение на кворуме, но, видимо, хочу я его иметь с разными баллотнаборами. И это каким-то образом алгоритм собьет с толку. Ну, точнее, нас собьет с толку, алгоритм переживет все что угодно. Итак, A2, и что происходит дальше? Ну, он близок к тому, чтобы записать двойку и выбрать, записать игрик с двойкой и выбрать, но приходит P3, P3. Что P3 получает от акцепторов? Он, с одной стороны, здесь получает x, а здесь получает ничего, да? Так что зеленый выбирает в качестве своего значения x и говорит A3x. Ну, я не буду уже красного рисовать, как у него отвергаются акцепторы, это и так понятно. А что происходит в конце концов? Ну, вообще-то, смотрите, вот я уже получил то, что хотел. Вот момент времени, и сейчас на первом узле лежит x, на третьем акцепторе тоже лежит x. Вот, мое утверждение состояло в том, что вот кроме x выбрано уже быть ничего не может. Но, очевидно, может. Что для этого нужно сделать? Вот нужно прийти prepare99 сюда и prepare99 сюда. И тогда этот prepare что увидит? 1x, да? А этот prepare 2y увидит. И мы в качестве v со звездочкой выберем vat с максимальным n-атом. То есть мы выберем y и запишем его. а99y, а99y. Ну и все. Вот здесь пропоз уже. Это первый пропоз, который завершился успешно, и он выбрал y. Хотя на большинстве лежало x. Так что такого условия недостаточно для того, чтобы считать, что выбор сделан. Можно добавить, что хотя бы один пропоз. Я ответил. Это неинтересный ответ. Я же говорю про то, как, если пропоз еще не завершился, понять, что выбор уже предрешен. А если пропоз завершился, а выбор еще может поменяться, то это просто неправильно говорит на консенс, его нужно выкинуть. Так как же мне сказать, когда выбор сделан? Как же правильно сказать, что выбор сделан? Сказать, что значение лежит на большинстве акцепторов, недостаточно. Я хочу сказать, что значение, что на самом деле понятие выбрано, Лэмперт это называется словом chosen. Выбрано может быть не значение, а предложение. nv. И оно выбрано, но даже не то, чтобы когда оно лежит на большинстве акцепторов. Я даже этого не требую. Я скажу, что значение предложения выбрано, когда большинство акцепторов ответили на такое предложение accept. Я вот не требую, чтобы в один момент времени все эти предложения лежали на одной машине, лежали на кворуме даже. Просто, чтобы все ответили. Ну, чтобы кворум ответил. Ну, это уже нужно доказывать. То есть мы сейчас доказываем свойства agreement у задачи в алгоритме single-decreep-axis. Свойство валидности является очевидным. Алгоритм, очевидно, выбирает только то, чтобы было кем-то предложено. Как он иначе может сделать? Мы доказываем сейчас agreement. Мы говорим, пусть предложение nv выбрано в некотором раунде n. Раундом я называю все сообщения с одним n. И пусть у меня есть n' не меньше, чем n. Я хочу показать, что тогда, если в раунде n' вообще появляется в сети сообщение... Ну, давайте я буду propose рисовать, мне как-то Мирея propose. Propose n' v', то из этого следует, что v' равно v. Вот это я хочу доказать. Ясно? Совсем недавно обсудили. Chosen означает... Мы определились, что понятие выбора... Для определения выбора недостаточно сказать, что x лежит на большинстве акцепторов. И мы говорим, что предложение выбрано, когда большинство акцепторов за него проголосовали. Утверждение понятно? Оно звучит так, как будто бы, что если предложение n' v' выбрано, то в будущем никакого нового... Что для всех будущих предложений v' может быть только таким же. Но на самом деле это не про время утверждения, потому что... Смотрите, как может быть. Снова три акцептора. И мы говорим p1, p1. Потом мы говорим a1x. Потом мы говорим p2, p2, a2x, a2x. А потом мы говорим a1x. Ну и если вот смачить эту картинку, это исполнение с теоремой, то о чем она говорит? Что если в раунде 1 предложение 1x было выбрано, то в любом раунде большем, но не меньше, чем 1, то есть, например, в раунде 2, может быть предложено только то же самое значение x. Хотя хронологически тут немного в другом порядке все произошло. Да, и здесь, видите, предложение 1x является выбранным, но нет момента времени, когда оно лежит на большинстве акцепторов. Этого не требуется. Что тоже интуиция алгоритма не добавляет, конечно. Почитай статью. Итак, ну база-то очевидна, правда? Мы индукцию хотим сейчас устроить. База n равно n' и если... Ну что значит nv chosen? Это значит, что алгоритм пропоузер с этим предложением прошел через две фазы. Ну, в частности, через вторую фазу, и там он говорил пропоуз явно с тем самым v. Так что нас интересует уже шаг индукции, и мы смотрим на ситуацию, когда у нас есть n' больше, чем n. И с одной стороны nv chosen, а с другой стороны есть пропоуз n' v'. Давайте это нарисуем. Что значит, что nv chosen в раунде n? Это означает, что пропоузер, который предлагал это предложение, прошел через вторую фазу. То есть он собрал, он отправил команду пропоуз на узлы, на акцепторы и собрал кворум. Вот можно его нарисовать, этот кворум. Что означает, что какой-то пропоузер в раунде n' предлагает пару n' v'. Видимо, для этого он должен был собрать кворум-промисов с фазы prepare. Так. Ну, а теперь посмотрим на узел, который находился в пересечении. Он такой обязательно должен быть. Какой-нибудь особенный a. Вот нарисуем его таймлайн. Он с одной стороны получил сообщение prepare and штрих и ответил на него промисы. А с другой он получил пропоуз nv и принял это предложение. Вот где он получил пропоуз на этом таймлайне? Мог ли он получить его где-то вот здесь, правее этого момента? Довольно простой вопрос. Кажется, не мог, потому что каждый акцептор обновляет свое n монотонно. И здесь у него, ну, np свое. И здесь у него np равно, по крайней мере, n' дальше. Если он получил бы пропоуз позже, то, ну вот мы знаем, что n' больше, чем n, а его np теперь не меньше, чем n', поэтому он бы этот сообщник не отверг. Поэтому пропоуз nv он мог получить только до. Ну, а теперь думаем. Что нам интересно узнать? Нам, ну, какова наша цель? Узнать, что в раунде n' предложит вот этот пропоузер, штрихованный пропоузер. Чему будет равно v штрих? Мы хотим показать, что оно будет равно v. Ну вот смотрим на эту картинку. Вот здесь, раз акцептор получает пропоуз nv и принимает предложение, то, видимо, это n его устраивает. То есть мы знаем, что теперь вот после этого шага уж точно np, оно не меньше, чем n. Вот на всем суффиксе этого таймлайна. Вот. И мы знаем, что prepare n' был успешен. Что мы можем из этого заключить? Ну, что, во-первых, n' был не меньше, чем np к этому моменту. Ну, а с этим промисом, какое значение акцептор а со звездочкой отправил штрихованному пропоузеру? Почему это так получается? Чему было равно n'а? Каково было n'а у этого ответа? Оно было не меньше, чем n. Да? Ну, а теперь по предположению индукции мы знаем, что раз нам ответили, что np было не больше, чем, даже меньше, чем n' и не меньше, чем n. По предположению индукции все пропоузеры, которые в этом интервале выдвигались, имели v' равных v. Поэтому мы знаем про ответ, про отданный акцептором голос, что здесь вот n'а, оно не меньше, чем n, и что v'а — это v. В этом мы уверены. Ну, а теперь штрихованный пропоузер, получая такие промисы, смотрит на n'а и выбирает из них максимальное. Ну, раз какое-то v'а уже не меньше, чем n, то и максимальное не меньше, чем n. Ну, а для всех таких n'а, если они не меньше, чем n, то у них по предположению индукции v'а равно v. Так что штрихованный пропоузер, собрав такой кворум, обязан в качестве своего v со звездочкой выбрать вот это самое v, ну, его он и предложит. Это все. Пара несложных шагов, да? Ну, правда, абсолютно ничего сложного не произошло. Ну, Лэмпорт не врет. Тут вот сложнее вот n'а больше, чем n'а ничего нет во всем алгоритме и в теореме. Еще раз, понятно, что мы сделали? Мы нашли акцептора, через который каждое будущее, ну, не то, что будущее, каждый пропоузер с большим n узнает про вот ранее выбранное значение. Третья очень простая. Ну и все, мы показали, что алгоритм single-decreep-access не нарушает агримент. Алгоритм single-decreep-access обеспечивает safety-свойства. Если значение выбрано, то оно уже не поменяется. Ничего плохого не произойдет. С другой стороны, эта теорема не обещает, что значение вообще, в принципе, будет выбрано когда-либо. Она обещает только, что оно не изменится, если оно выбрано. А вот гарантировать, что оно будет выбрано, в принципе, невозможно, потому что, как мы помним, у нас есть TFLP-теорема, и она говорит, что в любом алгоритме консенсуса есть life-log. То есть в любом алгоритме консенсуса можно бесконечно долгое значение не выбирать. Ну и давайте подумаем, а где же в нашем алгоритме есть life-log. Если его нет, то нужно волноваться. Но вроде бы мы бы доказали, что он корректен, что он обеспечивает safety-свойства. Life-log обязан быть. У life-log есть специальные названия. Не у каждого life-log есть название, вот у этого есть. Life-log называется дуэль пропозеров. Дуэль пропозеров. Ну и давайте нарисуем этот life-log. Вроде несложно. Я начну. Я начинаю одинаково. E2, E4 говорю всегда. Что происходит дальше? Ну и синий приходит сюда, и сюда и проигрывает, получает большинство отказов, и, видимо, он ретраится. И что он делает дальше? А, но он записывает новую. Он себе новое n выбирает. Акцепт второго пропозера на третьем акцепте? Да зачем? Это нам не помогает life-log строить. А, они бесконечно будут... Да, акцепторы можно вообще не рисовать. Они все равно провалятся все. Ну, короче, дело в том, что они будут чередоваться на втором акцепторе. Смотрите, вот здесь акцепт, синий пропозер пытается сюда записать значение, получается сюда, и сюда не получается. Ретраивается, выбирает себе новый n, например, равным трем, и пишет p3, p3. Ну да. Вот, ну и он, получается, перебил красного, который пытается сюда и сюда сделать акцепты свои. Допустим, сюда получается, сюда не получается. Вот, так что он ретраивается и говорит p4, p4. Вот, но они так друг другу мешают пройти через вторую фазу. Что? За счет алгоритма. Ну, то есть, алгоритм так написан. Я спрашивал, все ли понятно, смотрел на себя специально, не знаю почему. Видимо, предчувствовал что-то. Я говорил, что алгоритм может не собрать кворум, либо здесь, либо здесь. Ну, в смысле, не то, что не собрать кворум, не дождаться, а в смысле получить слишком много отказов, чтобы кворум гарантированно не мог собраться. В этом случае что нам делать? Ну, нам нужно ретраиться. Выбираем себе новое n, пробуем все заново. Ну, и ретраи, у нас обязаны быть, потому что есть FLP-тиорема, и FLP-тиорема говорит, что алгоритм должен иметь возможность не завершиться. Вот в вашем алгоритме репликации регистра такой возможности нет, не завершиться. Если достаточно узлов живые, то просто вы делаете первую фазу, потом вторую фазу, циклов нет. Вот здесь цикл обязан быть, и вот этот цикл нас с ретраями в лайфлогике и приводит. Ну, а что здесь важно? На самом деле, Paxos, он, почему мне лично больше, более близок Paxos, нежели Raft? Хотя Raft и утверждает, что он проще. Мне кажется, что Paxos проще, потому что Paxos вот идеально изолирует друг от друга safety, то есть свойство agreement и liveness, то есть завершение алгоритма. Я в прошлый раз говорил, что решая задачу консенсуса, можно, ну, то есть задача консенсуса не решается в синхронной модели, и дальше можно в модель добавлять время. То есть давайте в наш алгоритм встраивать какие-то таймауты. А можно не встраивать задачу консенсуса в таймауты, можно построить детектор сбоев и в него встраивать таймауты, а алгоритм консенсуса строить поверх такого детектора сбоев, опираясь на какие-то его свойства. И дальше уже сам алгоритм консенсуса про время не думает. Вот Paxos не думает про время. Вот как бы вы, то есть ваша задача из этого лайфлока выйти, ну, в разумной реализации, эту симметрию нарушить каким-то образом. Но, ну, как бы делайте, что хотите, говорит нам Лэмпорт, потому что если вы вот не нарушаете этот алгоритм, то вы сейфти консенсуса нарушить не можете никак. То есть пока вы не меняете вот эту структуру, вам ничего не угрожает. Вы можете использовать время как угодно. но как вы его можете использовать? Разными способами. Например, вы можете, собственно, поэтому у вас есть первая задача, где есть ссылка про ретраи. у вас есть два пропоузера, и они ретраятся, но они делают это синхронно абсолютно, и поэтому друг другу постоянно мешают. Вот можно эту синхронность нарушить, ретраясь аккуратно, а именно используя экспонент шеллбеков. Напомню, в чем смысл. Во-первых, когда вы ретраитесь, вы увеличиваете экспоненциальное время, паузу между попытками своими, а во-вторых, вы эту паузу еще рандомизируете. Зачем вы экспоненциально наращиваете паузу? Затем, что вы не знаете, сколько потребуется вашему соседу, чтобы свой алгоритм завершить. Ну, вообще, статья по экспонент шеллбеков, она была просто про распределенную систему и клиентов. И смысл там был такой, что если у вас система загружена, и вдруг ей становится плохо, то если все клиенты уйдут и потом разом притраятся в одно и то же время, то будет такая огромная нагрузка волнообразная, и она снова все убьет. Поэтому нужно клиентов во времени размазать. Но при этом желательно, чтобы они принимали локальные решения, а глобально все было распределено. Ну, вот это достигалось рандомизацией и вот растущими ретраями. Зачем, растущими делами? Вот зачем в обоих случаях, что здесь, что в такой абстрактной системе и с клиентами увеличивать экспоненциальное время ретрая? Потому что мы не знаем, какое время займет у нашего соседа, у нашего конкурента завершить свои две фазы, и мы не знаем, сколько времени потребуется система, чтобы восстановиться. Вот мы увеличиваем и увеличиваем паузы между ретраями, чтобы этого было достаточно. Рано или поздно этого будет достаточно. Вот в данном случае мы экспоненциально увеличиваем время ожидания для того, чтобы наш конкурент за это время все-таки успел сделать обе свои фазы, и мы с ним перестали бы толкаться. Ну, а рандомизируем мы для того, чтобы если вдруг это происходит совсем синхронно, чтобы все-таки эта симметрия нарушилась. Вот. Но пока мы не трогаем, то есть пока мы не делаем ничего, что ломает нам вот эти рассуждения, мы в безопасности. Мы можем использовать время, и пакс устроен так, что вот бы его сломать очень трудно этими предположениями о времени. Ну, а если вспомнить совсем аккуратно то, что я в прошлый раз рассказывал, то я говорил, что если мы сводим задачу консенсуса к построению детектора сбоев, и в нем уже используем часы, то можно доказать, что есть самый слабый детектор сбоев, это выбор лидера. То есть детектор, который всем узлам, каждому узлу системы говорит, что вот сейчас есть некоторый лидер. Этот детектор может ошибаться, этот детектор может говорить разные ответы разным узлам, может направлять их в мертвые узлы, но если он eventually будет говорить правду, если eventually все узлы сойдутся в предположении, кто сейчас лидер, то этого будет достаточно для решения задачи консенсуса. Ну и вот понятно, что достаточно. Если эти пропоузеры между собой определятся, кто из них главный, кто сейчас проходит через две фазы, то алгоритм сможет завершиться. Ну, это пока не нужно воспринимать это так, что нужно так на практике и делать, потому что на практике вы не решаете изолированную задачу консенсуса. На практике вы решаете, вы строите Atomic Broadcast. Но в следующий раз мы увидим, что такие рассуждения полезны, и начнем мы более-менее с того, что скажем, что действительно возьмем просто серию консенсусов, и они будут нам строить total order. А потом увидим, что вот есть какие-то общие элементы. Так что пока для нас важно, что алгоритм поаксос вот safety обеспечивает абсолютно надежно, и предположение о времени его сломать, кажется, нигде не могут, пока он проходит через две эти фазы. Ну, еще пара маленьких замечаний. Во-первых, рестарты. Что нужно делать с рестартами? Как их переживать? Ну, подумайте о домашней работе. Это совершенно тривиальный вопрос. Еще один маленький вопрос. А как… Вы просто приходите в систему, где есть акцепторы. Как вам узнать, какое значение сейчас выбрано? Вопрос довольно праздный, кажется, но на самом деле, если вы пишете мульти поаксос, ну, вот, реплицируете RSM с помощью поаксоса и делаете в нем отказоустойчивость, переживаете смерть узлов, то такая задача там очень естественным образом возникает. Как понять, что значение уже выбрано? Можете ли вы просто прочесть значение с клорома и понять, что вот выбрано оно? Сейчас, ну, подожди, я говорю про чтение. Можем ли мы просто опросить акцепторов и узнать, что значение уже выбрано? Ну, теорема, разве не для этого? Нет, у нас же могут прийти сообщения разные. Теорема про пропозы, она про алгоритм паксос. Я не спрашиваю про алгоритм паксос, я спрашиваю, можем ли мы прочесть с акцепторов их голоса и узнать, что какое-то значение сейчас выбрано. Просто глядя, ну, там, на любое большинство. Кажется, что нет. Кажется, что да. Ну, у нас же могут, как бы, сообщения дойти к разным времени. Но если мы соберем ответы с большинства акцепторов, и они окажутся одинаковыми, в смысле, там одна и та же пара nv, то, безусловно, мы знаем, что значение выбрано. А вот в общем случае мы не знаем, что значение выбрано, потому что мы можем получить разные. И, ну, к чему я клоню? Что если вы хотите узнать, что значение выбрано, то это всегда можно сделать, предложив что-то самому. И это самый простой способ прочесть значение из акцепторов. Да, ну, совсем тупое замечание. Алгоритм паксос, очевидно, собирает кворумы из большинства узлов, поэтому не переживает сбой половины или более. Тоже все сходится с прошлой теоремой. Правда, можно поступать, на самом деле, чуть более свободным образом. Вот в нашей теореме мы использовали только тот факт, что пересекается вторая фаза и первая фаза. Так что, вообще говоря, кворумы можно выбирать разные. Где-то больше, где-то меньше. В чем смысл пока непонятен, но вот здесь он и не будет понятен. Может быть, в следующий раз поговорим об этом. Понятно ли, почему алгоритм непонятен? В смысле, неинтуитивен. Что мешает ему быть интуитивным? Но мешает ему то, что, по-честному, у фазы 1 и фазы 2 нет самостоятельного смысла. Они друг без друга не живут. Вот нет самостоятельного смысла у фазы prepare. Ну, то есть, да, можно сказать, что это блокировки. Но блокировки, они нужны для того, чтобы сделать фазу propose. А фаза propose, она работает только вот вместе с фазой prepare. И только поэтому корректность достигается. То есть фаза prepare, вот эти блокировки виртуальные, защищают нас от сценария, когда два proposer конкурируют, и старый хочет записать еще старое значение, а новый уже взял блокировки, то есть выполнил prepare на кворуме и перехватил инициативу. Вот, то есть, смысл этих фаз рождается в конкуренции между ними, и поэтому очень сложно их друг от друга оторвать и что-то инкрементальное сделать. Поэтому конструкция непонятная. Но в следующий раз мы это починим, потому что мы увидим, выстраивая эти задачи, выстраивая эти паксусы в серию, что если вот их так выстроить, то внезапно, ну и немножко подумать, то все эти NA, VA и NP можно будет заменить на какие-то понятные уже человеческие слова. И в них будет уже физический смысл. Ну а об этом мы поговорим через неделю. На сегодня все.